Добрый день, уважаемые родители! Мы продолжаем разговор о массаже детей в физических упражнениях. И сегодня мы будем говорить о возрастном промежутке от 5 до 6 месяцев. И прежде чем мы начнем говорить об этом дальше, сейчас есть возможность показать вам, как правильно делать упражнения лежа на мяче ребенка, потому что мы к этому еще вернемся, положение лежа на животе, вот ребенок лежит, вы его фиксируете одной рукой, и вторая его поддерживает в сторону возможного падения. Вы не просто вкладываете руку, вы фиксируете. И вот движение ребенка вы осуществляете. Это очень хорошее упражнение, если вы чувствуете, что скатывается, ну дайте возможность ребенку упасть на мягкое, но придерживая его в этом случае, страхуйте, ничего страшного в этом нет, хотя старайтесь, чтобы этого не происходило. Итак, мы продолжаем разговор о технике массажа и гимнастических упражнений в возрасте от 5 до 6 месяцев. И вот в этот период тоже своеобразный, давайте дадим ему небольшую характеристику, в этот период у ребенка исчезают практически все врожденные рефлексы, но не считая тех, которые остаются у взрослых слов, значит, ребенок начинает активно общаться с вами, его нужно максимально полноценно знакомить с окружающим миром, с какими-то животными, с какими-то птицами по возможности, либо на прогулке, либо если они есть у вас дома, то обязательно с ними надо познакомить. Значит, соответственно, стабилизируются или определенным образом уже формируются особенности его нервной системы, особенности его характера, значит, ребенок уже способен удержать довольно крупные игрушки, мягкие игрушки, кружку, вот старайтесь приучать его к кружке, рожок. Кстати, вот если возникают сложности в каких-то элементах игры ребенка, то я могу подсказать, очень активно нравится детям, игрушка такая, берете пустую бутылочку, обычную, хорошо закручивающуюся крышку, ну, маленькую, там, 330 мл, например, где посередине идет талия у нее, да, чтобы ему было удобно охватить, насыпаете ее на треть или на половину крупной, какой-то либо крупой, либо горохом, вот получается своего рода очень интересные звуки она издает. Детям обычно это очень нравится, вот это можно, с одной стороны, это и способствует тому, что он держит предмет, и уже вот в этом возрасте он может держать его двумя руками, вот, то есть это может быть уже достаточно крупный предмет, он должен быть, естественно, нетравматичный для ребенка, с одной стороны, с другой стороны, он должен быть ярким. То есть здесь важно восприятие цветности у ребенка, это своего рода развитие его центральной нервной системы. В этот период продолжительность вашей зарядки должна быть, должна вырасти где-то до 30 минут уже совершенно определенно. Вот, опять же напоминаю, что ребенок должен получать удовольствие от того, что вы с ним работаете, вот, ему должно это нравиться, если есть какие-то негативные моменты, то вы либо убираете то или иное упражнение, либо подбираете другое время работы, вот, с учетом его настроения. Значит, кроме того, уже в этот период упражнения вы можете сопровождать счетом вслух, то есть, да, где движение, там, раз, два, три, четыре, на которые вы разделяете упражнения, вы должны произносить, ребенок воспринимает. Кроме того, помимо того, что это воспитывает чувство ритма, вы можете добавлять во время зарядки музыку. С одной стороны, это увеличивает восприятие, потом это определяет чувство музыкального такта. Музыка может быть знакомой, музыка может быть какой-то такой завораживающей, которой ребенку будет интересно, вот, но она должна быть ритмичной, чтобы движения осуществлялись в такт музыки. Это будет способствовать его полноценному развитию. Значит, в этот период ребенок обычно начинает осуществлять, начинает садиться. Поэтому туда добавляются упражнения, которые способствуют выработке этого нового навыка. Значит, напоминаю, что очень неплохо упражнения в воде, ну и плавание в том числе. Значит, массажные приемы в этот период усложняются, и мы добавляем к тем движениям, которые уже делали, поглаживания, вибрации и растирания, добавляется разминание, называемое валяние, пощипывание. Как это делать, я вам покажу. Итак, начинаем комплекс упражнений с массажа ног. Положение лежа на спине, значит, опять же начинаем с поглаживания, дальше идет растирание, дальше мы начинаем, после каждого движения мы опять поглаживаем. Вот. И, значит, как осуществляется валяние, обхватывая ногу ребенка таким образом, чтобы одна рука была на внешней поверхности, другая на внутренней, и упражнения заключаются в смещении мышц по очереди. Да, мышцы могут смещаться как в сторону задней поверхности, так в сторону передней поверхности, так друг по отношению к другу. Вот осуществляется движение валяния. Значит, потом опять мы погладили, достаточно осторожно, повторяю, не задевая коленную чашечку и обходя. Значит, в следующий момент мы добавляем это и щипцеобразные движения. Значит, ногу кладем на руку, за голень, указательные большим пальцем обхватываем мышцу, и дальше осуществляем щипание. Вот здесь важно, чтобы мы щипали не кожу, а мышцу. Если будем щипать кожу, ребенку будет первое больно, второе будут синяки. Если мы берем мышцу и осуществляем, смотрите, тут не надо тянуть, давить просто пальцы идут друг к другу. Мышцу взяли и соединяем пальцы между собой. Вот так вот показываем, да, вот так вот мы это делаем. И ведем дальше. Колено обходим, и ведем к бедру, к тазобедренному суставу. И потом опять осуществляем поглаживание. Значит, следующее упражнение, которое мы подключаем в этот период, это сгибание и разгибание ног. Попеременно, да, значит, ну, кранчик плохо сгибает в своей структуре, соответственно, да, ноги держим так, и сгибаем и разгибаем в коленном суставе. Поскольку гипертонус, повышенный тонус уходит, значит, никаких неприятных ощущений это не вызывает. Помимо работы с мышцами ног, мы осуществляем укрепление мышц живота. Да, это дает возможность полноценно стабилизировать работу не только мышечного аппарата, но и золочного кишечного тракта. Следующий массаж стоп. Массаж стоп лежа на спине, значит, да, мы точно так же делаем. Проходим стопы, как мы проходили раньше, в момент их поколачивания, да, проходим, надавливая на пальцы, вот, то есть это мы работаем так, как мы делаем, да, значит, доведя кратность упражнений до пяти раз на каждой ноге. Дальше лежит ребенок на спине, мы переходим к массажу рук. Массаж рук осуществляется точно так же, как мы говорили, там ничего нового. Единственное, что мы можем добавить, это валяние, как мы говорили, да, вот мышц и щипкообразные движения, то есть пощипывание мышц ребенка, каждое движение сопровождая поглаживание. Следующее упражнение, которое мы делаем, мы переходим к массажу груди. Массаж груди, также ребенок лежит на спине, значит, соответственно, осуществляем поглаживающее движение груди и живота. Я не буду повторяться, вы это видели раньше. Единственное, что мы добавляем, мы добавляем круговые движения руками. Посмотрите, взяли ребенка, опять же фиксируем его кисть и лучше запястные суставы. И осуществляем движение. Подняли наверх, развели в стороны, опустили вниз, можно скрестить. Опять подняли наверх, развели в стороны и скрещиваем руки на животе. Круговые движения. Такое движение мы осуществляем до шести раз. Это движение круговое. Теперь движение скрещивающееся. Развели и скрестили крест-накрест. Опять развели и скрестили крест-накрест. Причем, посмотрите, в том и в другом упражнении, когда у ребенка расширяется грудная клетка, разводится, мы делаем вдох все вместе, и мама, и ребенок. И когда мы соединяем руки или опускаем из них вниз, то происходит выдох. Это очень важно, потому что это способствует полноценному акту вдоха и выдаха, то есть улучшению газообмена легких и бронхов. Значит, теперь мы переходим на спину, переворачивая малыша на спину. Значит, массаж спины и ягодиц мы осуществляем точно так же, не забывая попу. Еще раз напоминаю, что в период вашей зарядки ребенок в хорошо проветриваемой и комфортной температуре комнаты находится горенький. Вот это своего рода элемент закаливания, поэтому доступ к ягодицам свободен с одной стороны, с другой стороны он у вас чистый, ухоженный, и кожа дышит в этот момент полноценно. Это и поднятие иммунитета, закаливание, это и профилактика различных кожных заболеваний, в том числе и аллергических проявлений. Поэтому следите за этим, чтобы он был... Значит, никаких новых элементов мы не используем, кроме тех движений, о которых я вам рассказал. Напоминаю, значит, следующее упражнение поворот на живот, на спину и обратно, да, живота. То есть вот мы разворачиваем не до конца, поворачиваем обратно, опять делаем это упражнение, но он у нас лежит уже на животе, поэтому мы делаем поворот не со спины на живот, а живота на спину. Ему это легче, он будет чаще пытаться сплюхнуться на спину, но вы не... до двери вводите это до конца, до конца разворачиваете его обратно. Значит, следующее упражнение, новое, которое мы добавляем в этом возрасте, называется так называемым полетом. Вот, то есть вы не отрываете ребенка, а поднимаете чуть-чуть над столом, держа за грудь, зубу, да, и вторая рука его поддерживает, да, вот, ощущение полета, вот приподняли и удерживаете. Желательно только удерживать, не держать, что ребенок на нашей руке лежит, как кисель, вот, а просто придерживаете, чтобы активно работали его мышцы. Значит, массаж живота дальше, мы его переворачиваем, осуществляем, да, те же самые движения, о которых мы говорили. Значит, да, добавляем вот вариант пощипывания, кстати, вот пощипывание, которое мы ведем, по часовой стрелке вокруг пупка, ну, охватывая боковые поверхности, является очень хорошим упражнением для профилактики различных грыж, особенно пупочных. Если вот есть предрасположенность, особенно и так далее, слабый смысл брюшной стенки, то это происходит, приводит к хорошей профилактике, к укреплению. Значит, следующее упражнение, которое мы добавляем, называется приседание с прогибом позвоночника. То есть, мы что делаем, да, мы ребенка поднимаем, он держится уже за одну руку, или можете взять за две, а вторая рука держит его поясницу, да, то есть, мы сгибаем второй рукой, та рука, которая держит за руки, она уже не играет основную роль, и ребенок стремится садиться сам. А дальше, посмотрите, что мы делаем. Мы наклоняем позвоночник, да, делаем прогиб, вот, да, мы делаем прогиб, то есть, наша задача укрепить мышцы, которые помогают ребенку сидеть, и мы готовим его к моменту возможного вставания, то есть, укрепление вот этих мышц, широчайшие длиннющие мышцы спины, ну, это подготовка к тому, что ребенок может начинать вставать. И еще одно упражнение, которое мы добавим в этом возрасте, напоминаю, что мы говорили о катании на мяче, на положении, положении лежа на животе, а теперь мы это делаем в положении лежа на спине. Положили ребенка, вот, и на самом деле им это очень нравится чаще всего, ребенок на спине, голова, да, задрана, ноги лежат, и дальше вы, естественно, фиксируете ребенка, вот вы катаетесь с ним, да, катаете его в разные стороны. Назад не бойтесь, но можно подстраховать, держа руку вот так, да, в сторону, да, держа руку вот так, видите, даже ванчик соскальзывает, поэтому вы фиксируете побольше, да, в другую сторону поменяли руку и страхуете, чтобы он, ну, вот, да, ну, вот такие вот движения, легкие, удерживающие, вот, они заставляют мышцы, да, прогибаться, снимают, да, лишнюю нагрузку с мышц спины расслабляют, с одной стороны, с другой стороны, их тренируют и укрепляют. значит, вот положение, как бы упражнения на мяче, вы работаете сразу, то есть сначала на животе, потом перевернули на спину, не надо возвращаться к нему несколько раз, и все, уже убрали мяч, мяч, как бы упражнения с мячом закончились и несколько раз покачали. На этом мы с вами прощаемся, потому что мы закончили упражнения до 6 лет, до 6 месяцев, извините, и следующий этап наших с вами встречи, наших занятий будет для детей более старших, от 6 до 9 месяцев, но это следующая наша встреча, на этом заканчиваем, все счастливо, всего доброго и берегите себя.